Карандаш Следом выбираем два оттенка помады, светлый и потемнее Возьму самый светлый оттенок, телесный, его мы нанесем на центр верхней и нижней губы, что визуально увеличит наши губы Более темный пигмент наносим кисточкой ближе к уголкам губ, завершающий штрих – прозрачный блеск Ту же технику применяем и к вечернему макияжу, выбирая при этом более темные и матовые оттенки В макияже действуют те же принципы, что и в одежде Темная стройнит, светлая полнит Поэтому если мы используем темные оттенки, они зрительно уменьшают губы, светлые оттенки увеличивают Поэтому будьте осторожны при выборе блесков, вопреки желаемому эффекту они могут сыграть с вами злую шутку А вот кому точно не требуется специальная коррекция, так это губам Анжелины Джоли Откроем самый главный секрет – иметь такие же можно и без пластических операций Для начала мы наносим основной цвет помады, без карандаша В нашем случае он будет такой холодный розовый Берем палитру с более темным оттеночком помады И затемняем уголки губ Но у голливудской актрисы губы настолько пухлые, что на них образовались складки Прорисовываем их с помощью все той же помады темнее на тон После мы берем либо какой-нибудь светлый блеск, ну вот у меня есть для этого случая белая помада И выделяем оставшиеся светлые места Для усиления эффекта Джоли наносим светлый тональный крем на кожу И вот соблазнительные губки готовы Самое время отправиться искать своего бреда пита Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова